Всем привет! Сегодня я расскажу вам свой опыт использования Poco M3 Pro. Пропользовался я этим устройством уже как месяц, и на самом деле есть много чего рассказать. И начнем, наверное, с того, что покупал я смартфон с Алиэкспресс. Он мне приехал довольно-таки быстро, если не учитывать проблемы с таможней. Из-за нее он немного задержался, ну и еще пришлось переплатить 700 гривен за таможенное оформление. Это где-то 2-2,5 тысячи рублей. Так что предупреждаю, товары, которые больше 150 евро, проходят вот такую неприятную процедуру. Но в целом телефон мне приехал полностью запечатанный, пленочки все на месте. Немного вначале потяну время и расскажу, что положили в комплект. Помимо самого смартфона, еще был блок питания на 22,5 Вт. Кабель для зарядки Type-C, ну и самое, наверное, прикольное, это силиконовый чехол, который я сразу же в первый день одел, и так и ношу телефончик в нем. Свой внешний вид M3 Pro сохранил полностью, ни одной царапины, ни спереди, ни сзади, учитывая то, что защитную пленку я снял. Ибо олеофобное покрытие она не имела, и пальцы вообще плохо по ней скользили. Но вот покрытие на экране максимально приятное. Отпечатки, конечно, собираются, но не так сильно, да и притереть их не проблема. Хочу вернуться еще к комплектному чехлу. Смартфоном я пользуюсь с управлением жестов, и из-за того, что у чехла есть небольшие бортики, такой тип управления не совсем удобен. Палец вечно цепляется за эту выпуклость. Но в плюс можно сказать, что телефон можно ложить экраном вниз, и он не будет царапаться. По поводу внешнего вида. Смартфон спереди вообще никак не отличается от других смартфонов этой компании. Единственные для себя отмеченные минусы, это небольшой подбородок внизу, ну и отверстие под камеру не самое маленькое. Возможно, мне так кажется, ибо до Poco M3 Pro в руках у меня был Mi 11 Lite. Опыт использования, кстати, также есть на канале, ссылку я оставлю внизу. По поводу задней спинки. Ничего сказать особо не могу. Единое, что она сильно пачкается в отпечатках. Но учитывая, что я сразу надел чехол на второй день, и при последующем использовании, этой проблемы у меня не возникало. Кстати, стоит сразу же добавить про датчик приближения. Ибо в Mi 11 Lite была с ним проблема. Poco M3 Pro он стандартного типа, то есть это классический инфракрасный датчик, и особых проблем с блокировкой экрана во время вызова у меня не было. Также и не было проблем с качеством связи. Меня слышат отлично, ну и слышимость собеседника тоже прекрасная. Звонилка не сиомовская, а гугловская. Она мне ужасно не нравится. То, что было в MIUI когда-то, это действительно была очень удобная штука. А сейчас, ну такое. Но я немного отвлекся. Сзади в общих чертах смартфон выглядит симпатично, и мне такой дизайн плюс-минус нравится. Но вот блок камер можно было бы сделать и покрасивее, хотя я догадываюсь, почему он такой невзрачный, ведь качество фото у него на таком средненьком уровне. Официальной влагозащиты у смартфона нет, но на лотке сим-карт можно заметить тонкий резиновый уплотнитель. Так что я думаю, какая-то базовая защита от брызги дождя здесь все-таки есть. Но я конечно же не проверял, да и не приходилось. Лоток, кстати, комбинированный, то есть можно расположить либо сим-карту и карту памяти, либо две симки. Еще крутой момент, который очень понравился, это наличие 3,5 мм джека. Очень удобная штука. Подключил компьютерные наушники с неурезанным звуком, и смотришь фильмы, либо видео на ютубе. Далее стоит рассказать про сканер отпечатка пальцев, который расположен стандартно, в кнопке включения. Лично у меня срабатывает на отлично, всегда четко и правильно. Даже немного влажные пальцы, не помеха, распознают все 15 из 11. Экран. Здесь установлена матрица IPS. За такую цену AMOLED получить было бы слишком жирно, но даже в более дорогого Mi 11 Lite был неоднозначный AMOLED-экран. Так что я думаю, стабильно IPS будет куда лучше. 6,5 дюйма, разрешение стандартное, 2400 на 1080 пикселей, типа Full HD+. Отдельных пикселей не видно, качество картинки очень хорошее и достойное. Единственное, что отмечу, это не самые большие углы обзора. Конечно, здесь нет проблем с инверсией цветов, но под углом экран немного тускнеет. Короче, смотрите прямо, экран очень яркий, смотрите под углом, уже немного тускноват. И поначалу первую неделю было непривычно, и привыкнуть сложно. Ну и по яркости, в целом пользоваться приемлемо. Как пользоваться на солнце, не могу сказать, ведь погода сейчас вообще не радужная. Но при комнатном и не очень сильном дневном свете, в принципе, яркости достаточно. А вот на солнечных лучах подозреваю, что картинка будет похуже. Ну вот к чему привыкаешь очень быстро, так это герцовка. Тут она 90. Интерфейс работает очень плавно и приятно. И что еще важно, смартфон умеет сам изменять эту частоту. То есть, смотрите видео, частота 60. Интерфейс в простое, опять же 60. А это неплохо экономит батарейку. Тут сразу скажу и про автономность. Она здесь действительно колоссальна. Не сказать, что после Mi 11 Lite я стал как-то дольше пользоваться смартфоном, но на два дня моего использования его хватает вполне. Стоит учитывать, что на смартфоне я в игры не играю, в основном смотрю видео и листаю интернет. Короче, автономность у него на высоте. Мне очень зашло. Ну и вот мы пришли к самому интересному, точнее не очень мне интересному, это камеры. Не буду тейтинтриу и сразу скажу, что мне они вообще не сошли. Во-первых, это набор модулей. По факту он здесь всего один. Но скажем так, что помимо основного 48-мегапиксельного, есть еще два 2-мегапиксельных модуля. Это сенсор глубины и макрообъектив. Но почему в макро в приложении камера переключиться нельзя? И в Pro режиме также он не высвечивается, этот объектив. Что очень глупо и странно, ведь на Mi 11 все было как нужно, и выбрать макро тоже можно было. Кто знает в чем проблема, напишите в комментариях, потому что для меня это вообще какая-то несостыковка. В общем, качество фото среднее. Хотелось бы получше, но за 200 долларов, ну плюс-минус, можно терпеть. Но в темноте это уже просто какая-то каша. В общем, даю вам несколько примеров, оценивайте. Кстати, портретер смартфон делает неплохо, но вместо сенсора глубины, по моему мнению, было бы куда прикольнее видеть ультраширик. Что, кстати, немного фиксит ситуацию с четкостью фото, это режим в 48-мегапикселей. Камера снимает в 12 по умолчанию. Короче, в режиме ультра четкости, четкости просто немного больше, чем в обычном режиме. Далее перейдем к производительности. Как вы уже наверняка знаете, процессор здесь от Mediatek, Dimensity 700. Это что-то на уровне 720-го Geo от Snap, но он немного мощнее. Но если не смотреть на циферки, то в моем повседневном использовании смартфон работает шустро. Никакого дискомфорта в выполнении моих задач. Что касается игр, то тесты вы без проблем можете найти в интернете. А, я так чисто побаловаться поставил Genshin, и что-то на средних настройках у меня кадров 30. Смартфон может и 60, но при этом он становится очень горячим. В общем, для моих задач, то есть это просмотр видео, интернет, переписки, все это работает на отлично. Тем более, что все анимации в 90 FPS в 90 Гц, короче, вообще бомба. Ну и под итог расскажу про главные минусы. Это, во-первых, как мне показалась камера. Смартфон точно не про нее. Что-то быстро подснять это она может, но что-то сделать четко и красиво, это точно не к этому варианту устройств. Этот смартфон больше нацелен на совсем другие задачи. Кстати, забыл упомянуть, то что в копилку недостатков можно закинуть и основной динамик, потому что он моно и громкости у него маловато. Качество экрана также оставляет желать лучшего. Ну и поддержка 5G. Ну, вообще не имею понятия, кому она может пригодиться. Во-первых, в наших СНГ странах, и во-вторых, в среднебюджетном смартфоне. Например, вместо этого 5G можно было бы сделать камеру получше, к примеру. Или тот же динамик со стереозвучанием. Представлять можно много чего, но в итоге мы получаем такой себе среднебюджетный смартфончик для повседневных задач. Разочарован ли я покупкой? Не то, чтобы сильно. По моему мнению, смартфон вполне достойный. Но, конечно, есть у него свои косяки. Пока М3 Pro 5G это неплохое устройство. Но, если вам не особо нужен 5G, и вы не видите большой разницы между обычной и высокой частотой обновления экрана, тогда покупка какого-то Redmi может оказаться более рациональным решением. Ну, а ссылку, где я покупал этот смартфон, я оставлю в описании. Также, если вам интересно посмотреть на мой опыт использования Mi 11 Lite, то ссылку на видос я также оставлю в описании. Ну, а с вами был канал Технообзор. Всем пока, и до следующего обзора.